Сейчас я напомню, чем мы занимались в прошлый раз. Мы занимались диафантовыми уравнениями. Это как объект, вещь очень простая, просто многочлен от многих переменных с целыми коэффициентами, но, как я объяснял, еще очень важно, каковы допустимые значения неизвестных. Мы договорились решать, в каких числах? Натуральный. Что такое натуральный для нас? 0, 1, 2 и так далее. И наша задача была научиться строить программу профессора, которая делала что? Она получала на вход программу студента, который считал, что он еще из этой программы в прошлом смысле. Выдавала на выходе некоторые диафантовые уравнения, на котором программа студента должна была ошибиться. Вы помните, на каком языке была написана программа студента? На какой яве? На яве шарп-шарп. Могу ли я считать, что все присутствующие знают этот язык? Кто не знает, поднимите руку, пожалуйста. Так, хорошо, а кто знает? Есть один человек, который знает? Тогда вопрос, зачем же вы сюда пришли? Два дня назад вам было рассказано, какой прекрасный язык продолжает писать такие программы, а в нем заслуживается этот язык. Что же нам теперь делать? Умеется маленькая трудность. Дело в том, что я сам этого языка не знаю. Вопрос туда, почему я имел наглость говорить, что я могу написать такую программу. Какую роль вообще играет язык, на котором написана эта программа? На самом деле я научился строить такую программу P для одного конкретного моего любимого языка. А дальше мы рассуждены такое. Если язык, на который написал студент, разумный, то программа с этого языка можно переписать на мой язык. То есть можно устроить препроцессор, который сначала переводит программу на мой язык, а дальше будет работать моя программа. Но это то, что в логике называется телесом черча. Что мы можем выбрать один конкретный аппарат для представления алгоритмов, и считать, что любое другое разумное понятие алгоритма можно выразить на нашем конкретном аппарате. Вот здесь на какой-то вопрос такой разумный язык, разумный аппарат. Нашелся человек, который опубликовал работу, в которой давал положительное решение изображения Гильберта на квантовом компьютере. Он предложил такую модель квантового компьютера, которая по его логике должна нам сразу говорить, есть ли это решение для квантового уравнения. Вот это никак не противоречит тому, что доказываю я. Я доказываю для традиционных компьютеров, для машины тюринга и для обычного языка программирования. Если мы пытаемся выйти физически в другой мир, то что там будет, никто сказать не может. К сожалению, физики очень скитически отнеслись к идее этого математика. То есть там вроде математически всё правильно, но вопрос о том, можно ли физически реализовать, остаётся открытым и вызывает большие сомнения. Ну, модель красивая, где сразу возникает точное уравнение, сколько угодно больших целых числах. Сканфель была устроена, да, программой был ещё дополнительный выход, и меня спрашивали, а уравнение, которое будет построено, имеет или не имеет решение? Что я должен отвечать? Чего? Вот, всё, что я умею доказывать, это две такие аппликации. Если s выдаст 0, то уравнение не имеет решение, если s выдаст единицу, то уравнение не имеет решение. Я сам не знаю, имеет ли это уравнение решение, значит, я не могу. Потому что оно строится хитрым образом по программе студентов, которые не разобраться. Я опровергаю студентов, но я не могу сам сказать, имеет ли это решение о уравнении или не имеет. Хотя я сам его строю. Это важный момент, который надо чётко прочувствовать. Чтобы научиться строить такие программы, мы обобщили понятие уравнения. Мы стали распадывать семейство уравнений или уравнения с параметрами. Параметры в нашей власти неизвестны какие будут. И ввели понятие диафантовых множеств. Как множество тех наборов значений параметров, при которых уравнение имеет решение. Такие множества, мы будем называть тоже диафантовыми. А соответствующая эквивалентность называется диафантовым представлением этого множества. И с помощью этого расширения мы научились строить программу таким образом. У нас внутри генератор уравнений. Опять же, мне был данный вопрос, а почему можно перечислить все уравнения? На самом деле, это несложно. Если мы ограничим одновременно степень уравнения, количество неизвестных и причину коэффициентов, то таких уравнений будет конечное количество. Их можно перечислить, а потом постепенно увеличивая степень количества неизвестных и ограничения на переменные, на коэффициенты, мы получим все уравнения. Я забыл в прошлый раз сказать, что то, что здесь происходит, это на самом деле восходит к диагоналии конструкции Кантера, который доказывал, что вещественных чисел больше, чем рациональных. Вот здесь мы перечисляем, перестраиваем как бы двухформетрическую картинку, у нас есть индекс К и индекс А, а потом устраиваем диагональ, подставляем туда и туда одно число, и на диагонали мы меняем. Если С выдает 0, то мы это число К включаем в наше множество. То есть рассудение могло быть немножко другим. Если бы программа студентов всегда говорила правильный ответ, то мы построили бы множество вот этой программой. Это множество было бы перечислимым, но оно бы отличалось от каждого из этих, от каждого из множеств, называемого этим уравнением. А именно, относится, называемым катовым уравнением, оно отличалось бы на числе К. Поэтому предположение о том, что программа студентов всегда дает правильный ответ, идет к противоречию. У нас было понятие перечислимого множества, очень общее понятие. Многоство перечислимое, если можно написать какую угодно, скольку на условную программу, которая будет останавливаться на входе А1АН, если только если это Н, как принадлежит множество. И мы видели тривиальный факт, что каждая диафантовом множестве перечислима. Дэйвис высказал гипотезу, что каждая перечислимая множество является диафантовым. И в итоге гипотеза стала теоремой, а нижняя строчка по-прежнему урезается. Я уже говорил, что на пути доказательства был большой перворуточный этап, перворуточное достижение, полученное тремя авторами, Мартином Дейвистом, Джульдой Робинсоном и Хиллари Путновым. Спасибо. Сейчас я объясню, что они сделали в начале 60-х годов. Но не получается доказать неразрешимость агротмического диафантовых уравнений. Давайте облегчим свою задачу. Давайте расширим класс уравнений, который можно рассматривать. Чем шире класс уравнений, тем труднее их решать. И вот Дэйвис Паттнамин Робинсон в работе. А в таком режиме она не листает от мышки. Ладно, там тут мало будет. Они рассмотрели так называемые экспоненциальные диафанты уравнения. Это опять-таки равенство двух выражений, построенных из параметров и переменных, и неизвестных. По обычным правилам используем конкретно натуральных чисел и трёх операций. Сложение, умножение и возведение в степень. Вопрос. Веряется ли каждое диафантовое уравнение экспоненциальное диафантовое уравнение? Да или нет? А я считаю, что нет. Почему? Кто догадается? Что? Громче. И что? Я в определении... Хуже, хуже. Я не разрешил использовать только конкретные натуральные числа. Я не разрешил использовать здесь отражательные числа. И поэтому пришлось отдельно вводить левую и правую части. Почему? Потому что если у нас есть введение в степень, то мы очень быстренько вылезем в непонятные вещи. 2 в минус первой степени это одна вторая. 2 в степени 2 в степени минус 1. Это корень из двух. А что такое минус 2 в степени 2 в степени 2 в минус первой? Ну, минус 2, скажем здесь. Минус 2 в степени корень из двух. Эту вещь уже нельзя определить разумным способом. Поэтому, чтобы жить в раю целых чисел, приходится исключить отражательные числа с самого начала. Значит, вот снова определение причинного множества. И наша цель ближайшая – доказать более слабую теорему Девиса Паттонова и Робинсон. Я скажу пару слов про историю этой теоремы. Впервые она появилась в тексте, который был написан Девисом и Паттономом в 60-м году. По моей просьбе Мартин Девис подарил мне этот текст, но сказал – не читайте его, что он очень сложно написан. Но что это был за текст, где он был издан? Это был отчет, по-моему, военно-воздушный институт США. Мартин Девис и Хиллари Паттонова, молодые люди, хотели летом вместе поработать на десятую программу Гильберта. Им нужна была финансовая поддержка. Они подрядились к министерству бароны. И в итоге, как положено, написали отец. В отчете было три части. И третья часть была про десятую программу Гильберта. Что вот есть такое малозаступное издание. И в этом тексте они доказали вот это утверждение. Потому что каждое причем множества имеет экспоненциальное диафантовое представление. Надо построить такое экспоненциальное диафантовое уравнение, которое разрешимо тогда и только тогда, когда n кэп надает множество. Почему же это считается теоремой трех авторов? Потому что Девис и Путнам использовали в своем доказательстве одну теоретическую гипотезу. Гипотеза такая. Существуют сколь угодно длинные альтметические прогрессии, состоящие целиком из простых чисел. В то время это был ответственный вопрос. И доказано это было совсем недавно. Я не помню в каком году, но уже в 21 веке. И заслуга Джулии Ребенсон сказала в том, что она сумела модифицировать рассуждения Девиса и Путнама и избавиться от этой теоретической гипотезы. То есть если все происходило позднее в наше время, то уже за Девис и Путнам доказали бы эту теорему. Как я уже говорил, первое качество было очень сложным, потом оно много раз упрощалось, видоизменялось совсем. И идеи, на которых я буду рассказывать сегодня, совсем другие, не те, которые были исходно у Девиса и Путнама и Робернсона. Значит, наша задача, так сказать, перевода. Нам в данной программе R надо построить экспоненциальное диафонтное уравнение. Вопрос, а на каком языке должна быть эта программа написана? Какая разница? Кому нет разницы? Значит, ситуация такова. С точки зрения чистой математики, результата, действительно все равно. На каком языке она не была написана, всегда можно перевести. Но с технической точки зрения это совсем разные вещи. Технически все это проделать, надо сказать, для конкретного языка. Какой же язык мы должны выбрать? Почему? Что? Давайте решим более философский вопрос. Мы хотим выбрать самый сильный или самый слабый язык? Значит, когда человек программирует, он хочет программирует на самом-самом сложном языке, чтобы ему было легче. Но то, что мы будем делать, по сути, мы пишем компилятор с этого языка на язык диафонтовых уравнений. Поэтому мы заинтересованы в том, что язык был, как можно, более примитивным. И что вы можете мне предложить, как из такого языка? Что? Машину тюринга. Ну вот, я написал книжку при своей программирует Гильберта. И там я действительно использую машину тюринга. Так что вы можете либо сами подумать, как это сделать для машины тюринга, либо посмотреть у меня в книжке. Хотя там написан, опять-таки, не последний вариант. Потом я придумал более простой способ изложения всего того же, исходя из машины тюринга. Но в машине тюринга есть один недостаток. Какой? Ну, бесконечное, ну или что? Ой, какие программы? Нам теорему доказать, а не считать. Машина тюринга работает с лентой, на которой пишут символы. А у нас числа, числа, только числа. А гиганты Маркова, по-моему, еще ужаснее. У машины тюринга локальные шаги, а гиганты Маркова нам нужно бегать по всему тексту и искать первое слово, которое нам подойдет. И опять же, гиганты Маркова работают со словами. Нам там пришлось бы делать первую операцию, это арифметизацию. Представлять ленту, головку, которая подойдет, или у Маркова тоже слова в виде чисел. Поэтому лучше оставаться в мире числа самого начала. Частично-рекурсивные функции. Частично-рекурсивные функции. Да, у меня есть статья, которая все это делает для частично-рекурсивных функций. Все это можно проделать. Но я бы сказал, что это не так наглядно, и я, в общем, ни разу не излагал, по-моему, ни в какой аудитории, исходя из числа-рекурсивных функций. Хотя это сделать можно. Какие еще есть предложения? Машина? А что это такое? Не знаю. Она шон, что это называется? Ну хорошо, про название мы еще поговорим. Значит, я буду говорить про регистровые машины. И каждая такая машина имеет конечное число регистров. И каждая из которых может содержать произвольно большое натуральное число. В этом отличие от реальных машин. И вот здесь, так сказать, это аналог бесконечности ленты машины пирога. Машина выполняет программу, которая состоит из конечного числа инструкций, в которых есть метки S1, SM. Ну и мы говорим, что если она выполняет инструкцию с меткой SK, то машина находится в состоянии SK. Инструкции могут быть трех типов. Первое. Увеличить значение некоторого регистра на единичку и перейти в другое состояние. Попытаться уменьшить содержимое некоторого регистра на единичку. Если это удается, то перейти в другое состояние. А если в регистре был 0, то ничего мы сделать меньше не можем, но нато переходим в другое состояние SJ. Какой третий тип инструкций? Ну что вы такую сложную команду хотите при своем значении регистра? Третий просто стоп. Вот. Да. Со мной была такая история. Я приехал в Канаду, выступал там с докладом, рассказывал, как можно использовать эти машины. И имел мне осторожность давать их как машины Минского, так как я их знал в Советском Союзе. По окончании выступления ко мне подошли рассреженные канадские математики и сказали, что то же самое понятие в то же самое время было придумано канадскими математиками. И действительно казалось, что в 1941 году разные люди опубликовали одно и то же понятие. Поэтому я больше не рискую называть это машиной Минского, а говорю просто о регистровой машине. Все авторы, которые ввели это понятие, доказали одну и другую теорему. Какую? Регионата с машиной Тюринга, что всё, что можно посчитать на машине Тюринга, всё, что можно посчитать с помощью действительной реквизионной функции, можно посчитать на такой примитивной машине, в которой всего два типа примитивных инструкций плюс инструкция стоп. А Минский сделал чуть больше. Он задался вопросом, а каково наименьшее количество регистров, которые для этого требуется? Знаете кто-нибудь ответ? Сколько? Кто больше? Кто больше? Значит, ответ такой, что если понимать выяснимость дословно, то надо три регистра, и этого хватает. А если решить некое кодирование входа и выхода, то хватает и двух регистров. А то нам это будет не так важно. Значит, важно, что таким способом можно задать любое перечислимое множество. Значит, было бы несправедливо, если бы я вот дал определение и сразу пошёл с ним работать. Это обстановка, если бы я объяснил значение китайских хирурграфов, а потом прочитал стихотворение на китайском языке. Поскольку мы будем работать с машинами дальше, то я хочу, чтобы хоть какой-то опыт возник. Вот написана конкретная машина. Начальное состояние у нас всегда будет С1. Начальное состояние регистров. Число А в R1 и 0 в регистре R2. В каком случае машина остановится? Ну вот давайте 10 минут, подумайте, скажите мне ответ или когда достаточное количество людей скажет ответ. Мы посмотрим, что происходит. Если был 0, вычислить не удалось, идём в С8 и здесь, конечно, оттеклимся. Удалось, идём в С2. Второй раз вычислить не удалось, идём в С9 и останавливаемся. Начинается остановка. Если два раза удалось вычесть, то мы R2 увеличим на единичку. А потом снова пытаемся два раза вычесть единичку из R1. Удалось, идём по циклу. Р2 увеличим на единичку, а R1 два раза уменьшим на единичку. Дело может кончиться двумя способами. Либо мы второй раз мы помним вычесть. Тогда мы сразу идём в С8 и останавливаемся. Либо мы какое-то количество раз здесь проверкиемся и уйдём на С6. Если мы идём на С6, то в R2 окажется число вдвое меньше, чем было в R1. А то, что здесь, это просто копирование из R2 в R1. R2, когда смещается на единичку, а R1 увеличивается на единичку. До тех пор, пока R2 не исчерпается. После чего мы идём с самого начала. То есть программа пытается поделить число пополам. Если получилось, всё идёт снова. Если не получилось, остановка. Эта программа остановится на степнях числа 2. Можете для дома написать программу, которая проверяет простоту числа. Хорошо. Будем считать, что вы опытный программистер на регистровой машине. Наша задача, нам дана некоторая регистровая машина. Мы должны по ней строить эквивалентное экспоненциальное леофантовое уравнение. Какие принципиальные трудности нас ждут на этом пути? В чём разница между текстом программы и уравнением? Четыре, другое — это как некие тексты. Казалось бы, на один текст нужно перевести другой текст. Но за программой ещё стоит некое действие дегриминированное, которое развивается во времени. Программа может быть маленькой, а во время работы — очень большим. В сравнении не только стоит нечто, мы должны как-то угадать значения неизвестных, но потом подставить и сделать простые действия. Но главная наша проблема — это победить время. Сделаем это с помощью понятия «протокола». Как вы понимаете слово «протокол» в русском языке? Есть по крайней мере два смысла близких и разных. Один смысл — это протокол заседания профсоюзного собрания. Повестка дня. Слушали, выступил Иванов, выступил Петров, выступил Сидоров. Голосование за столько-то, против столько-то. Вот было событие, и вот мы его запракалировали. Бывает понятие «дипломатический протокол» или «протокол вручения Нобелевской премии». Ещё ничего не произошло, а там уже сказано. Первым выступил, не знаю, президент Академии наук, вторым выступил король, третьим выступил, благодаря словам, первый лаборатор, потом второй и так далее. То есть никаких событий ещё не было, а тут уже как бы всё расписано наперёд. Вот у нас будет понятие протокола в обоих смыслах. Сначала в первом, а потом во втором. Что такое протокол? Это такая табличка. Я хочу писать протокол работы машины на ку-шагах. И время у меня будет идти справа налево. Вот это начальное состояние, это вот, когда мы перейдём через ку-шагов. Почему я хочу, чтобы время шло справа налево, вам станет понятно ближе к концу лекции. Здесь у нас имеется столько строчек, сколько у нас инструкций в программе. Здесь столбцы соответствуют времени. И что мы пишем в клетке? Мы пишем либо нолик, либо единичку, смотря от того, была ли машина в этом состоянии на данном шаге или не была. То есть в каждом столбце все элементы, кроме одного, нули, а один элемент единичка. Но этого мало. У нас будут ещё строчки, соответствующие нашим регистрам, столько, сколько регистров. И что мы пишем в соответствующие клетки? Мы пишем, что было в этом регистре на данном шаге Т. И в принципе, такая таблица полностью описывает работу машины. Но по техническим причинам нам удобнее расширить протокол. Вы видите почему. И ввести некую, вообще говоря, избыточную информацию. А именно я хочу ввести ещё ещё n строчек, которые будут называть буквами z1, zl, zn. Это будут опять-таки нули и единицы. И они будут нам говорить, соответствующий регистр в это время был пуст или не пуст. Если этот регистр был равен нулю, то и этот элемент равен нулю. А если он был больше нуля, то здесь стоит ровно единица. Значит, я буду эти числа называть индикаторами нуля. Сколько у нас есть условные переходы, зависящие от того, ноль или не ноль в регистре, мы их можем вычитать, нам очень удобно в явном виде иметь эту информацию. Вот это протокол в первом смысле. Когда была машина, мы её запустили, она что-то там делала, мы сидели и честно записывали табличку. А теперь представьте себе другую ситуацию. Некто мне принос такую табличку и говорит, вот протокол работы машины. Что я должен сделать, чтобы проверить что-то так? Значит, понятно, что не каждая таблица является протоколом. Какие условия должен наложить на элементы таблицы, чтобы она была протоколом в нашем смысле, чтобы она могла быть подтверждением реального вычисления машины по данной программе. Да. Значит, я утверждаю, что t плюс первый столбец полностью определяется столбом с номером t. Ну, а как заполнил столбец с номером 0, мы знаем. Да, я не сказал, что мы будем доказывать наши теоремы для новых натуральных чисел. Не n натуральных чисел, а просто натуральных чисел. Ничто бы нам не помешало рассматривать сразу много входных данных, просто все было более громоздко. Значит, я хочу описать работу машины, но, так сказать, не словами, а в виде уравнений. Но давайте этим займемся на примере нашей прекрасной машины. Чему равно значению регистра r1 в момент времени t плюс 1? Ну, это почти то, что было на предыдущем этапе. Правда? Машина очень ленива, но очень мало что меняет. Когда это может измениться? Какие команды у нас вообще меняют r1? Это меняет, это меняет, это меняет, это меняет, это, 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 это. Это, это сложный, пока мы на минутку заводим. У нас имеется команда s7 и команда s8. Я могу написать, что r1 есть в момент времени t плюс 1 есть r1 в момент времени t плюс s7 в момент времени t. и в момент времени t мы выполняли седьмую инструкцию, то мы просто увеличим r1 на 1. И то же самое, если мы выполняли инструкцию с номером 8. Но кроме того, может произойти уменьшение регистра. Как бы нам это записать? Что? А что отнять? Вот. Мы не знаем заранее, было нам всякие вычитания реальные или не было. Поэтому мы должны быть очень аккуратны и вычитаем s1t здесь регистра уменьшается на единичку. Но проверяем, что содержимое было не пусто, что была, по крайней мере, единица, и что мы можем это реально вычислить. То же самое дальше. Мы вычитаем s2t при условии, что регистра был не пуст. s4 s5 с все, да? Вот мы описали, как вычисляется новое содержимое регистра первого регистра. То же самое со вторым. Чему это равно? все. И тут у меня. Предыдущее значение. Кто увеличивает? s3 и кто уменьшает? и кто уменьшает? z2t s6 и вроде все. с этим мы справились. с этим мы справились. состояние. s когда мы окажем в состоянии первом состоянии. где у нас первое? вот здесь стоит и только. все. если мы были в состоянии s6 и второй регистр оказался пустым. надо гонять s6 нам нужно единицу минус z2t. все. s2 откуда берется? s2 откуда берется? s2 только здесь. опять же, здесь вычитание, поэтому здесь условное действие. s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 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 вот мы написали рекурентное соотношение, описывающее содержимое предыдущего столбца. Следующий, по-предыдущему. Ну и плюс то условие, которое было произнесено, что z и согласуется с r, что z и t плюс 1 равно нулю или единице, зависит от того, будет или не будет ri в момент t плюс 1 нулём или больше нуля. Осталось нам заполнить самый правый столбец, у которого нет предыдущего, поэтому мы должны это делать непосредственно. Чему равно s1 0? Мы считаем, что мы всегда начинаем с состоянии 1, все остальные 0. Ну и если мы остановились на путном шаге, то как это записать? А, мы ещё должны сказать входные регистры. Значит мы помещаем число a в первый регистр, второй регистр и все остальные, здесь у нас их просто нет, пустые. И мы будем считать, что мы всегда кончаем в состоянии sm, считаем единичка, а все остальное нули. Значит вот эти условия мы должны проверять. Ну и что, по моему, получается очень хорошо. У нас получилась система просто диафантовых уравнений, даже не экспоненциально диафантовых. Система, конечно, но а равно нулю, плюс b равно нулю, то же самое, что а в квадрате плюс b в квадрате равно нулю. То есть всю систему мы можем свернуть в одно диафантовое уравнение. Доказали теорему? Кто удовлетворён? А кто не удовлетворён? Всего трое, четверо. А чем вы не удовлетворены? Количеством переменных. Вот одна маленькая неприятность. Количество переменных есть q, которое нам заранее не дано, которое зависит от того, что будет подано на вход. Мы можем описать один шаг 10 миллионов шагов машины уравнениями, но мы не можем описать неопределённое количество шагов. И все наши дальнейшие усилия будут направлены на борьбу с этим большим растущим количеством переменных. Значит, то, что здесь написано, то был написан пример, а я теперь просто хочу ввести обозначение для общего случая. Уравнение для регистров. Регистр L, моментовый момент, это предыдущее состояние. Плюс, сумма, здесь стоит знак плюс. По всем инструкциям, по всем инструкциям, где этот регистр должен увеличиваться. И плюс, плюс, это должно быть минус, конечно. Сумма по всем инструкциям, где, где, что этот слайд? Да, прошу прощения. Да. Значит, мы должны добавить сумму эскатых по всем инструкциям, где регистр увеличился на денечку, и вычесть такие произведения по всем инструкциям, где этот регистр уменьшался. Вот это общая схема вычисления нового значения содержимого регистра. И аналогично новых состояний. Здесь будет три члена. Первое, это суммирование по всем инструкциям, где переход был безусловный, в инструкцию с номером D. Второе, это то, где был переход условный, и условие было выполнено. SD стояла на втором месте, мы здесь пишем уникатор положительности. И третье, это суммирование по всем инструкциям такого вида, где был переход в SD в случае невозможности выполнить это читание. Мы здесь пишем это состояние эската, мы умножаем на единицу минус за Тельта. Начальное цитание мы легко описываем. Входные данные тоже легко описываются. И вот правила остановки. Значит, неограничивание обществе, я хочу считать две вещи. Первое, что у нас имеется только одна команда остановки, это команда с самым большим номером. Но зачем у нас много команд остановки? Всегда можно передать управление на единственную. Всегда им можно провести самый конец. И второе условие, техническое, но оно нам очень удобно будет. В момент остановки все регистры будут пустыми. Значит, если это не так, то всегда можно команду стоп заменить на циклы, которые обновляют все регистры, а потом остановятся машины. Так что это условие нам с программистской точки зрения не стоит ничего, а для построения уравнения будет очень полезно, как вы видите. Итак, у нас есть протокол, в котором много-много чисел. А я бы хотел заменить это большое количество чисел конечным количеством чисел, зависимым только от программы, но не зависимым от входных данных и количества шагов работы. Как я предлагаю это сделать? Выберем некое число b и посчитаем вот такую сумму. Степени b домножаются на то, что стоит здесь. Куда бы нам дальше число поместить наш протокол? Я говорю, что это число уже есть в нашем протоколе. А именно, что здесь сказано. То есть, что цифры этого числа с этим исчезнованием b, они вот здесь все выписаны. То есть вот эта строчка, это и запись числа s, поэтому я устроил время справа налево, чтобы запись была привычная. Так что это просто число, записанное здесь. И точно так же мы устроим суммирование здесь. И я хочу, чтобы это число rl выглядело вот таким образом, с числением с основанием b. Что для этого требуется? Надо, чтобы b было большим. Надо, чтобы b было больше всех чисел, которые здесь написаны. Иначе в первом случае не будет, так сказать, передача в разряд, и здесь все испортится. b будет одной из переменных нашего финального уравнения. И мы сможем позаботиться о том, чтобы его значение было большим. Так что это само по себе не проблема. Что дальше мы делаем? И понятно дело, что то же самое с бетами. Вот теперь я хочу переписать правила работы машины Тюринга, регистры машины не в терминах этих чисел, а в терминах этих чисел. Как это сделать? Как это сделать? Сначала давайте расширим наш язык. Мы собираемся строить экспонационное диафантовое уравнение. У нас есть возведение в степень, которое мы пока еще никак не использовали. Но я хочу пойти еще дальше и еще больше расширить запас своих операций. Я хочу иметь в своем распоряжении разрядное умножение. Если у меня есть два числа А и Б, их можно записать в личности исчисления. Здесь Акатая, Бкатая, нулики или единички. И что будет их по разрядным произведениям? Я буду писать А и Б. Такая сумма. Мы по разрядным их перемножаем и перемножаем на соответствующую степень числа 2. Вот у нас есть наши большие числа, такие суммы. Вот у нас есть соотношение для регистров. При всех t от 0 до куба из единицы. Это действует. Давайте домножим правую и левую части на Б в степени t плюс 1. И просуммируем по t от 0 до куба из единицы. Там было равенство и здесь будет равенство. А теперь посмотрим, не видим ли мы здесь знакомые нам числа. Вот что стоит здесь за сумма? Как она соотносится с этой суммой? Разница. Здесь до куб без единицы, а здесь до куб. Это не страшно. Потому что отсутствует последнее содержимое регистра. А оно у нас 0, как мы договорились при остановке. Но у нас отсутствует первый член rl нулевое. Здесь стоит t плюс 1. И степень здесь была t, а здесь степень t плюс 1. Поэтому это почти что это число, но чуть-чуть сдвинутое. И то же самое происходит здесь. Значит... Нет. Прошу прощения. Здесь всё правильно. Здесь был момент времени t плюс 1, и мы домножали на d плюс 1. Только пропадает значение равное t нулевое. А вот здесь хуже. Здесь мы rl t умножаем на b в степени t плюс 1, а здесь на b в степени t. Поэтому то, что получается здесь, будет в b раз больше 2 числа. То же самое это будет в b раз больше 2 числа. А с этим что делать непонятно. Тут написано подчленное произведение. А у нас... если мы домножим sq t на zt, то получится нечто невообразимое. Поэтому мы должны воспользоваться только что введённым по разрядным произведениям. Если это всё аккуратно расписать, то левая часть, это есть rl t, это же это число, минус отсутствие здесь самое первое слагаемое. То, что здесь стоит, это есть rl t домноженное на b, это b домноженное на эти числа, а здесь b домноженное на эти числа с по разрядным домножением zt на skp. Вот мы получили соотношение, связывающее числа r, s и z с одним индексом. Наши большие глобальные просуммированные числа, киргированные. В связи с тем, что все шаги, так сказать, однородные, все соотношения одинаковые, мы можем переписать правила работы машины тюринга, регистры машины, в терминах этих сумм, а не только в терминах индивидуальных членов. Да. 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 Это нас будет сильно, мы будем изживать одну проблему, зарабатывая другую. Но, в конце концов, мы должны избавиться от всех проблем, я надеюсь. Значит, здесь мы получили опять-таки почти линейное уравнение, вот кроме этой бяки в виде разрядного умножения здесь. Ну, то же самое можно сделать соотношениями для... Да. Значит, это вот просто расписано то же самое, если мы учтем теперь начальные условия. Значит, у нас начальное условие, что а совмещалось в регистре r1, а все остальные были нули. Поэтому вот соотношение для единички такое, а для остальных оно будет чуть-чуть проще. То самое мы делаем с состояниями. У нас имеется огромное число skt, число dtlt, и есть соотношение, которое говорит, когда мы переходим к инструкции с номером d. Сумма по инструкциям, где был переход по плюсу, инструкциям по минус и успех, и инструкциям, где было читание и был неуспех, поэтому здесь единица минус z. Мы выясним почти то же самое. Мы домашаем опять на b в степени t плюс 1, и суммируем такую минус 1, и получаем соотношение. Здесь опять стоит sdt минус начальный член, который здесь пропадает, поскольку здесь суммирование идёт t плюс 1, t плюс 1. Это получается домножение на b, поскольку здесь степень t плюс 1, а здесь t. Здесь всё то же самое. А вот здесь мы должны вычитать из единицы этот элемент. здесь я написал е минус такое число. Что такое это е? Что? Просто единица? Значит, е должно быть такое число, у которого все цифры, все числения основания b единички. Тогда у нас получится хорошее вычитание вот здесь е здесь. Мы как раз получим единицу минус z. Здесь это все цифры, а здесь у нас большие числа. Значит, мы должны в качестве е взять число, у которого все цифры равны единице. Вы такое число знаете? Знаете? Вот. Оно из суммы такой прогрессии. Вот здесь у нас в первый раз появляется воздельная степень. Мы должны взять b в степени кубе единицы, поделить на b в единице. Осталось самое неприятное. Индикаторы нуля записаны в виде такого условия. Что с ними делать? Давайте будем выбирать число b не просто большим, а степенью двойки. Вот степенью двойки c плюс 1. Но я потребую, чтобы наши элементы были не просто меньше b, а меньше уже 2 в степени c без единицы. С запасом. Значит, оно меньше чем 2 в степени c без единицы. А это число имеет такую запись. 0, а потом c единичек. Давайте рассмотрим такую сумму. Наше число в степени c без единицы плюс мы добавили содержимое регистра. Что вы можете сказать про такую сумму? Как она будет выглядеть? Если регистра равен нулю, то число не изменится. Оно так и останется 0, и там 1 единички. Но ежели r было хотя бы единица, если добавляем r, то пойдут переносы из этого разряд, которые докатятся до старшего разряда здесь. Здесь получится единица, но там какие-то цифры, не знаем какие. Смотрите, что получается. Если это 0, то первая цифра здесь 0, а если r больше нуля, то первая цифра единица. Вот мы получили наш индикатор вот такого выражения в настоящем не на своем месте. не в крайне правой позиции, а в крайне левой позиции. Но это не страшно. Что мы можем сделать? Как мы извлекаем этот 0 к 1? Мы берем наше число, по разряду набираем на 2 в степени c. Остается вот этот разряд. И говорим, что должно быть 2 в степени c по-настоящему умноженное на t zLt. Вот мы дописали выражение для zLt через Lt и наши операции в разделение в степень и разрядное умножение. Чем эта запись хороша? Так что мы можем опять суммировать. Мы опять домножаем на b в степени t на этот раз. И тут все просто. Суммируем это надо q и получаем соотношение. Единственное, что нам требуется новое число f. У него не видно. Нам требуется число f, у которого тоже здесь стоят единички, но их больше, чем в числе e, поскольку здесь суммирование от 0 до t. Опять же, это суммирование геометрической прогрессии. Потому что вот соотношение вот соотношение связывающее zLt и rLt. Здесь введение в степень и прозрядное умножение. Ну и с чем мы должны позаботиться, чтобы b было большим? Мы выбираем такой степенью двойки. Это нам нужно, чтобы здесь был нолик в запасе. И мы сможем гарантировать, что здесь стоит, что это выполнено действительно так, если два в степени c продолжаем замноженное на rLt, будет равняться нулю. Поэтому суммируем и получаем еще одно условие с тем самым f. и вот выписаны все условия. Я утверждаю следующее. То есть, если наша машина, получив на вход rL0, остановится на кутом шаге, то можно найти значение всех этих переменных, удовлетворяющихся всем этим условиям. А также верно и обратное. Если мы сумеем найти чисто удовлетворяющиеся всем этим условиям, то наша машина становится на кутом шаге. Мы сумели все выговорить на языке неких уравнений. Но проблема только в том, что нам пришлось использовать разрядное умножение. Такую здорово, казалось бы, неэргитическую операцию. В следующий раз мы избавимся от разрядного умножения, но за счет этого у нас появится другая бяка, с которой мы, в свою очередь, избавимся. И получится теорема Дэвиса-Паттона-Эрбинсон в экспоненциальном диафандном представлении причинных новостей. Ну и, по-видимому, у меня останется время рассказать, может быть, менее подробно, как сделать последний шаг и избавиться от разрядного степени.